Привет, бро! С тобой Воблер, и ставь лайк за 2 секунды, если тебе нравятся игры про стикменов. Считаю. Раз, два. Молодец, дружище, что ты поставил лайк? Одна из этих игр, это игра Stick War Legacy, где мы с тобой продолжаем проходить турнир. Это уже у нас третий ролик по этой игре, и сегодня мы с тобой завершим турнир на простой сложности. Когда мы там всё пройдём, мы вернёмся снова в турнир, и будем проходить на суперсложной сложности, где будут реально эпические бои. Выбираем сложность. Обычная. Мы с тобой проходили за шахтёра. Это у нас Яромечник. Почему-то здесь Яромечник написано, а здесь Яролучник. Неправильный перевод. Здесь Лучнострел. Вот он. Лучник обычный. Капьетон проходили. Сегодня же мы с тобой пройдём за мага. Подожди, а почему за мага мы не можем пройти? И за великана не можем пройти? А что тут не так? Я сейчас вне ролика быстро пройду этот уровень, и может быть что-то здесь откроется. Прошёл турнир за Капьетона. Получил пятую корону. И открылась здесь у меня новая битва. Это Убимаг. Убимаг в два раза больше здоровья, и он создаёт двух прислужников за раз. Это реально круто. Значит, нам надо строить мага. Поехали. Надо создавать наших Убимагов. Всё будет хорошо. Так, игра классика. В принципе, нормально. Значит, Убимага мы прокачиваем. Плюс он делает двоих прислужников за раз. Это круто. Не забываем про Рудокопов. И с этими мелкими Яромечниками. Пятьсот даётся. Золото в самом начале. Добывает тут быстренько. И я добываю. Кстати, только что прошёл турнир за 12 минут. Заработал даже два сундука. В конце прошлого ролика мы с тобой открывали сундуки. Так что можешь посмотреть. Если ты до конца не досмотрел, что там нам выпало. Не буду спойлерить, но было интересно. Что у них? У них есть Мечник. У нас тоже Мечники. Давай мы их купим. То есть они в самом начале будут защищать наших Рудокопов. А потом уже, когда насобираем денег, надеюсь, что построим Убимагу. И если они пойдут атакой, то мы спрячемся в замок и отстреляем врага, чтобы не тратить своих Яромечников. Сейчас будет уже у нас 1500 золотишко в казне. Да, отлично. И строим своего первого Великана. Блин, не того. Нам же Мага. Я же Великана не качал. Я привык, что всегда Великана мы выбираем. А тут мы будем играть за Убимага. О, пошли в атаку. На нас уже кто-то нападает. У них вот, смотри, какой прикольный. Смотри, какой красивый Капьетон. Со щитом, видишь. Стоит крутой. Селфи-палка, телефон. Маги есть, все есть. Мы готовы атаковать врага. Это у нас простая сложность, потому надеюсь, что никакого сильного сопротивления не будет. Ну, то, что, конечно, у них уже два Капьетона, у нас ничего нету. Так, давай Убимага. Он по два делает. Ну, да. На! Удар. Вот так вот. Смотри, нанес урон троим. Делаем еще Убимага. Еще. Он сейчас вызовет подкрепление. Давайте, ребят. А, статуя с лазерами с глаз. Это статуя Супермена. Выжигает лазером. Блин, лазеры мощные, я знаю. У нас тоже есть такая способность, только она стоит много кристаллов. Пусты. Давайте, ребята. Максимальное количество прислужников я не могу делать, да? Бьем, бьем. Очень как-то долго все происходит. Давай еще построим Убимага. Вот их подкрепление. Тоже вышел один маг. Нубик, конечно. Но мы его сейчас уничтожим. Статуя отхилилась! Вы чего, ребята? Надо Убимага обезвредить. Да, все, вынесли его. Теперь одна статуя у нас преграда. Хорошо, хоть нету замковых лучников. Мы сейчас победим. Долго, конечно, будем ее здесь ломать. Но все же. Крепкий бетон. С арматурой, высокого качества. Все. Лазеры с глаз закончились. Ха-ха. Нубасик. Да, победа на нашей стороне. Мы дольше развивались здесь. Давай глянем, что здесь будет. Суперсхватка. Вы получаете золото каждую минуту. Мгновенное строительство. Убимага. Качаем. Сюда качаем. Рудокопов качаем. У нас здесь много всего для прокачки. Давай мелких выберем. Будем таким вот с этапом играть. Маг плюс мечники. Давай тут еще корону, чтобы побольше золотишка было. Топовая корона. Эти нам, в принципе, не нужны. Что нам еще? Ну, размер статуи на всякий случай вдруг придется отступать. Быстро рудокопов делаем. Магов двоих делаем. И мечников. Мгновенное строительство. Вперед! В атаку сразу идем. Ничего, медли здесь. Пока враг не насобирал огромную армию. А мы бежим вперед. Уничтожить противника. У него такая же крутая статуя, как и у меня. Но у меня статуя выше, потому что я ее прокачал. У меня больше хп. У него нубская статуя. А у него, смотри, какая просто громадина. Вперед! Уничтожим статуи. Уничтожим противника. Если мы сейчас разнесем статуи, это будет самая быстрая победа у нас. У них крутой лучник! Два крутых лучника! Так, беру мага. Строю еще мага. Бью по ним. На! Ударил. Надо поближе подойти. На, по лучникам. Все, да они, нубики? Сейчас мы их убьем. Самая быстрая победа в игре Сиквар Легаси. Ну, минута 0-2. Вот это была схватка. Точно, что схватка? Мы взяли его и схватили. И победили. Играем дальше. Мы снова против графа Дракулы. Кровопийца. Блин, я не посмотрел, что там за режим. Просто увидел, что Дракула. Идем по старой схеме. Так, шлем. Меч. Не прокачал меч. Ой, это же одна руда на всех. Понял. Мечники сейчас пойдут сразу в атаку. У него тоже скин вампира. И у меня скин вампира. Только у него у рудокопов скин вампира. Давайте, ребята, вперед. У меня лучше прокачан чувак. Смотри, мечник. Ха-ха-ха, нубики. Мы вас одолеем. Беру под свой контроль этого чувачка. И бьем рудокопов. Чтобы рудокопы принесли меньше золота. Давайте, ребята, завалим всех. Догоняем. Еще сюда. Ого, какая у него статуя крутая. Такая уже была в прошлом ролике. Отступаем, ребята. Ай, как же они много наносят урона. По 45. Еще и поджигают нас. У них очень злые лучники. Очень-при-очень. Мага сделал. Вроде бы рудокопы есть. Они снова пошли в атаку. Видишь, у них мало рудокопов. Главное в этой битве убить их рудокопов. И тогда враги не смогут добывать золото. Не смогут строить армию. А что это такое? Почему прибежали зомбарики? Откуда зомби? Они обладают запрещенной магией. Они вызвали зомбарей. Мертвяков. Я в шоке. Мне это не нравится. Бьем, бьем. Там еще зомбарики кидаются гнилым мясом. У меня и так горят мои ребята. Видишь? У них попы горят. Надо их потушить. Давайте вперед. Уничтожим врага. У меня лучники дикие. Беру мага и отступаю. А почему я одного сделал? Отходим. Надо больше магов. Потому что у них может быть очень злое подкрепление. Даже какое-то зомбическое. Это же граф Дракула. А, типа Дракула. Мертвяки там, да? Ясненько. Потому что нам подготовил враг. Снова идут. Давай попробуем вырубить рудокопов. Видишь? У них уже армия практически не строится. Вот вышли какие-то парочку зомбариков. Мертвяков. Может быть это не мертвяки, не зомби, а вампиры. Ну да, они же вампиры. Видишь? Они дамажат. И у нас как бы отнимается здоровье. То есть вот. Вампир. У них и скин вампирический. Видишь? И так они крутые. Ну. Достойный противник. Я не знаю, что там сейчас выйдет у них. Потому что надо армию максимальную создать. Чтобы здесь не облажаться. В этой битве. Ну все, я иду. Прикольный уровень. Видишь? И такой скелет вампирический. Это все из человеческих костей сделано. И еще и кровяха здесь. Кровяха и покрашена. Видишь? Потому что он граф. Дракула. Жмякула. Давай валим Жмякулу Дракулу. Ребята, воюйте. Сейчас возьму мага. Я просто буду валить по статуе. На! По 163 наносил урон статуе. Без проблем мы справились. Можно было еще быстрее. Я не знал просто какое у него будет подкрепление. Еще один сундук в копилочку. Да! Бро, ты думаешь, что здесь супер легко? Да, легко. Потому что мы с тобой стратеги. Мы уже проходили много уровней. Но все равно не стоит расслабляться. Баррикады. Все, баррикады. Понятно, что это за баррикады. Тут мы прокачиваем. Так как у нас убимаг в главной роли. Потому мы его и качаем. Мечнику хп. Мечнику меч. Не на максимум. Летс гоу, поехали. Конечно же, строим рудокопов. Что ты там пишешь? Что джель? Деньги есть. Давай будем строить убимага первого. Потом второго. У них костяные лучники. Они уже идут в атаку. А у меня сейчас только первый убимаг делается. Так как у нас много будет сейчас прислужников. Один выходит. Они бьют молнией с неба. Это что за дети Зевса? Бога грома и молний. Ого. Какой у них крутой капитон. Лавовый скин. Да у него вообще, смотри, разные скины выбраны. И костяные, и лавовые, и гальванические. Это что такое за? Атака. Мне хочется спрятаться, если честно. И вырубить их с помощью лука. Давайте, подходите поближе. Отходим на базу. Давайте лучники вперед. Накажите их. Вперед. Блин, они ж статую дамажат. Ё-моё. Именно статуи не прокаченные. Где я? А я ничего не выбрал. Вперед, завалим хилочку. Да, вырубили ведьму вражескую. Она ведьма. Она хотела нас здесь. Здесь как-то отравить. Куда ты пошёл? Почему ты побежал на базу? Валить этого капьетона. Что он задумал? Это был их коварный план? Быстро пробежать сквозь мою огромную армию и вырубить статуи? Тупой план, чувак. Ну, реально. Он не сработал. Вообще нубский. Вызывай своё подкрепление, нубик. Офигеть! У них Грифон! Блин, что мне делать? Так, мне надо срочно брать мага и бить по статуе. Потому что мы сейчас проиграем. Грифона мы точно навряд ли сможем убить. Лучший вариант для победы это просто убить их статуи. Сзади у них ещё и маг. Бьём по статуе. Ну. Наношу урон. Вроде бы мой маг стоит. Так, надо, чтобы постоянно что-то делалось. Ну, это капец, бро. Один удар по статуе надо нанести. Да, молодцы, мои красавцы. Вырубили статую. Ну, Грифона мы бы навряд ли одолели, бро. А если бы одолели, то... Наверное, бы минуты 3-4 с ним возились бы. Продолжить. Мы получаем топовую корону. Это шестая корона у нас в копилке. Да, шестая. Обычная сложность. Нам откроется. Почему великан не открывается? Ай-яй-яй. Снова мне сейчас придётся поиграть за убимага. А потом, чтобы открылся великан. Ну, для меня это будет минут 15-20. А для тебя секунда. Открылся наш последний долгожданный турнир игры за великана. Дело в том, что я играл за убимага 5 или 6 раз. Я шокирован. Как много я сыграл вообще здесь в игре. Наверное, часа полтора или два. А великан не открывался. Гиганты блокируют. Каждый третий удар стоит на 25% меньше. И создаются в 2 раза быстрее. То есть мы сейчас будем играть за гиганта на обычной сложности. Погнали играть за гиганта. Схватка. Обе команды начинают игру с огромным количеством золота. Сейчас будет жёсткий махач великанов. Просто безумный. Конечно же, мы здесь прокачаем. Убимаги тоже пусть будут. Они будут под ногами бегать там. Путаться. И всё будет хорошо. Тут добавляем корону статуи. Размер статуи. Давай тут лучников сделаем. Прокачали 2 топовых юнита. Даже там что-то осталось. У нас очень много здесь денег. Надо 8 штучек сделать. Будут сейчас великан. Ещё великан. Плюс маг будет. Маги нам в любом случае нужны. Потому что они будут делать прислужников. Которые будут путаться под ногами. И мешать врагу наносить нашим великанам урон. Это мой коварный план. На эту битву. Ну давай. Сейчас выходит первый великан. И мы сразу идём в атаку. Не будем здесь медлить. Вот у них вышли чуваки со скейтами. Сейчас мы покажем. Что такое великан. А, и очень много рудокопов я сделал. Я понял. Они пошли на разведку. Забирать золото. Попробуйте. Острые вообще копья у противника или нет? Острые. Проверили им, да? Острее некуда. Ну что ж. Я готов сражаться с вами. Нубики. Это всего лишь первая битва. Потому что я думаю, что она не будет сильно сложной. Да. Тыщ. Капитоны у них довольно заряженные. Крутые. Смотри. Не убиваются великанам. Давай ещё разочек. На. Ещё. Сейчас будет землетрясение. Вырублю их рудокопом. Оно землетрясение догонит рудокопом? Нет. Не догнала. Враг использовал стрелы с неба. Супер стрельбу. Ну мы выстоим. Давай ещё маг. Выбирай другого великана, чтобы сделать землетрясение. Да ладно. Сейчас и так оно зарядится. Бадабум. Хорошо. Берём этого. И бьём. На, по рудокопам. Надо статую разломать. Зачем нам драться с этими капитонами? Есть победа. Ещё сундучок. Реально, бро, подустал я здесь. Потому что пять раз я проходил турнир. Или шесть. Я не знаю. Я сбился. Я поначалу ещё считал. Потом просто сошёл с ума. Немножко. Суперсхватка. Великаны. Гальванические. Куда же без вас уби маги. Прокачаем. И рудокопа давай. Статуи корону. Побольше золота. Размер статуи. Давай капитона качнём. Немножко. И копьё. Летс го. Поехали. Очень быстро строится. Хорошо. У нас будет два великана. Великаны стоят очень дёшево. Дешевле, чем маги. Я в шоке. Таких дешёвых великанов я ещё в игре не видел. Вперёд, ребята. Спортивник тоже будет силён. Потому что все уровни рассчитаны под то, что мы будем играть за великана. Вперёд, ребята. Видишь, они уже капитонов здесь наделали. Три штуки. На. Они даже великана построили. Ничего себе. Но так как у них армия немножко нубская. Видишь, не прокачанная. Так как это обычная сложность. Потому у них великан нубский. Все юниты нубские. А вот когда будем проходить в следующем ролике на суперсложности. Эпическое. Я думаю, там будет жесть. Потому нам надо будет использовать все наши возможные невозможные силы. Все бусты. Давай бьём по статуе. На. Враг вызвал подкрепление. Так, а что у нас тут? Ничего не строится. Это же неправильно. Согласись, бро. Это что за какой-то древний абориген с телефоном каменным? Или это у него каменный чехол? Ой, блин. Это смешно. Хочу выбрать землетрясение, чтобы быстрее покончить с противником. Надо разломать статую вражескую. На. Да. Победа. Плохо, что не написано здесь в турнире, сколько надо провести боёв, чтобы открыть следующий турнир. Вот в чём плохо. Когда, допустим, открывался турнир за убимага, то мне надо было дважды сыграть за капьетона. А здесь пять или шесть раз. Ну, очень много. Это что за чувак с таким вот юракизмом? Гитарист. Баррикады. Ну, баррикады. Понятно. Великан у нас. Вот так вот. Здесь. И давай, наверное, этих нубиков прокачаем без мага. Но они не нубики на самом деле. Мне они нравятся, потому что, когда их много, они просто как пираньи всё сбивают на своём пути. Так, ну тут, как всегда, надо золото добыть в самом начале. Давай я здесь применю буст по добыче рудокопом, чтобы быстрее уже строилась армия. Так это у меня гальванический скин на великана. И он стоит 1125 золота. А если выбрать травяного великана, он будет ещё дешевле стоить, наверное. Менее тысячи. Великан, давай, пошли в атаку, дружище. У противника гальваническая армия вся. Давай, великан, вперёд. Ломай эту стену. Давай, тебе помогу. Ты сам как-то долго её ломаешь. Сейчас ещё один великан придёт на помощь. Ещё строим. У нас уже будет три великана. Давай этих мелких тоже сделаем, пусть они под ногами бегают. Бада-бум. А ну землетрясение сколько выбивает? Как-то мало выбиваем мы. По 50 наношу урон. Мечников построил ещё. Землетрясение. Я сейчас просто приду к врагу, выберу каждого великана, отдам по землетрясению и битва закончится. Я думаю, что мы с лёгкостью сейчас расправимся с врагом. А, у них уже есть маг. Ничего себе. На. Вот за что я люблю гальванический скин. Это за то, что он стреляет молниями. Особенно игра за великана приносит эпическое удовольствие, потому что мы сразу молнией вырубаем очень много врагов. Вот, давай, землетрясение. Тыдыщ. У нас 4 великана и 4 землетрясения. Просто каждый выбираешь, бахнул и победа. Всё, разломали врага. 3 минуты 17 секунд длилась наша битва. Последняя битва. Крейзи. Ну что ж, так как это последняя битва за великаны вообще в турнире, значит, я думаю, что будет сложно. Реально сложно, потому что сейчас будем в самом начале использовать бусты. Мне кажется, что сложность будет выше обычной. Вот так вот. Давай ещё бимага сделаем. Прокачаем тут. Тут ещё добычу прокачаем. Давай корону ещё. Классика у нас. Травяной скин у них. Быстро добываем. Надо сейчас построить в самом начале всех рудокопов. Чтобы у нас руда уже на максимум добывалась. И вопрос с рудокопами мы закрываем в самом начале. Это в каждой битве. Если ты смотришь про прохождение игры Stickware Legacy, то ты знаешь, как здесь всё происходит. Давай буст рубанём. Давайте, ребята, побольше денег нам приносите. Строится наш первый великан. Ух ты, у нас уже есть деньги на второго. На нас уже мечники побежали. Давай, дружище, иди потуши противника. А он сразу на великана пошёл. Молодец. Хорошо, хоть не напал на первого здесь рудокопа. Вперёд! Я буду управлять. На, да ты нубик вообще. Это последняя битва какая-то слабая. Ого. Сколько вас много. Сейчас ещё вылезут все зомбарики. Потушим их. На! Даже рудокоп наш идёт к ним на базу добывать золото. Блин, дружище, иди добывай. Смотри, рудокоп добывает. Вообще, такой наглый. Не трожь нашего рудокопа великана. На, землетрясением. Рудокоп красавчик. Смотри, добыл мешок золота и понёс домой нам. Хорош. Красавчик просто. Бьём. Слабый уровень. Когда я много проходил турниров, играя за убимага, я там встречал уровни и посложнее на самом деле. А здесь как-то вообще легко. Надо выбирать крэйзи сложность. Но это, бро, уже после уровней. Пятничные уровни, которые выходят по пятницам. Да вообще, тут статую поломать. Слабый этот турнир за великана. Я думал, что он будет посложнее. Да, победа! Три минуты нам понадобилось, чтобы здесь разломать врага. И вот, корона. Какая там по счёту, я не знаю уже. Давай посмотрим, какая. Десятая корона, ну да. И дальше мы будем играть, бро, на безумной сложности. Ну что ж, бро, с тобой был Воблер. Оставайся на канале, смотри другие ролики и скоро увидимся. Пока.